Всем огромный привет! Добро пожаловать в новый влог! Я с утра уже поменяла постельное белье, закинула стирку, дров наносила, печку натопила. Вот сейчас хочу попить чаек и заняться чем? Ногтями своими. Вчера я одну руку переделала, у меня уже тут почти два месяца отросло все, просто уже, ну куда, тут уже и посодрано, ну и отросло сильно много. Вот одну руку я вчера сделала, ну думаю, сяду, сначала хотела, думаю, короткие сделаю быстренько, а потом что-то мне тут в голову взбрело, хочу нарастить длинные, давно уже не ходила с длинными, с такими. Думаю, сейчас побыстренькому наращу полигелем, ну что тут, делов-то 5 секунд, ну как 5 секунд, ну быстро наращивать полигелем, наклейки приклею и все нормуль. Да, где там, девчонки, я села, наверное, где-то в 11-12 часу и только в 5 часов я освободилась, я одну вот эту руку делала столько времени, я замучилась, замучилась. Заказала вот такие наклейки на Алиэкспресс, они что-то дешевенькие были, я думала, вообще это будут слайдеры, но когда пришли, оказались наклейки на прозрачной основе, как бы удобно примерить к пальцу, примеряешь, вроде бы, так, я тут пока рассказываю, чай наливаю, примеряешь, вроде бы нормально все подходит, но ноготь-то с изгибом, и как бы ты не изгибал эту наклейку, все равно здесь подложка есть, она такая плотная, и, ну, не угадаешь-то так с размером. Ладно, ну, думаю, что-нибудь придумаю как-нибудь. Во-первых, сами наклейки, они, ну, хотелось бы, чтобы они были потоньше. Есть такие, вот, например, вот, они очень тонкие, и вообще без проблем, их даже можно чуть-чуть подрастянуть, чтобы не было каких-то таких заломчиков. Это же нет, они не тянутся вообще, они плотные, и я с ними замучилась. Вроде бы здесь размеров много, кажется, на любой ноготок подойдут, но нет. На мизинец я брала вот этот, вот он у меня только тика в тику подошел, это вот я первой его делала, и он, ну, все равно с косяками, вот тут усы видно, ну, не очень мне нравится, как бы хотелось бы, чтобы ус так потоньше. Ну, короче, вот, вот на эти два ногтя я брала самые большие размеры. И то здесь узковато немножко было, я подрезала, и потом пыталась, блин, отсвечивает, и не фокусируется, пыталась тут гель-лаком довести. Не знаю, сейчас фокус поймает, нет, но и все-таки косяки тут видны, видны косяки. И издалека-то, конечно, вот так не видно, но если приглядываться, да. На этот ноготок тоже я здесь подрезала, урезала, чтобы усы нормально встали, но тут более или менее. На большой палец, соответственно, тоже ничего мне не подошло, ну, вот так вот, да, фокус видно, видно, что вот тут косяки. Ну, как бы никто там приглядываться не будет так. И, короче, решила, вот, на этот тоже я ничего не подобрала, решила прилепить просто вот так наклейки, ну, как бы они в тему сюда подходят. Ну, вот, и сегодня мне нужно вторую руку переделать. Я, как подумаю, меня в дрожь бросает. Вот, думаю, сейчас чаек попью, налила уже чаек, попью чаек и начну. Ну, левую руку-то я быстрее, наверное, сделаю всё-таки. Это удобнее делать, а левой рукой неудобно что-то делать. А левую, я думаю, быстрее сделаю. Короче, вот такие вот пироги, буду мучиться. Ну, не знаю, я думала быстренько чик-чик налеплю и всё, да, где там. Ну, если были бы слайдеры, конечно, было бы удобнее. Слайдеры можно растянуть, как-то сделать так, что если там какой-то залом этим праймером капнуть и заломчики растворятся. Но вот это нет. Они плотные сами по себе, они не тянутся. И не очень комфортно с ними было работать. Я не знаю, где найти такие узенькие ноготочки, чтобы вот эти формы все подошли. Может быть, у меня ногти широкие, не знаю. Ну, у меня широкие, вот, большой. На правой руке у меня ногти шире, чем на левой. И большой вот этот ноготок шире намного, чем на левой. А так, ну, короче, не знаю. Ну, раз уже начала, я уже думаю, вторую руку сделать, может быть, попроще что-нибудь без дизайна просто нарастить и всё. Ну, как-то не очень мне так хочется ходить. Уже, думаю, раз задумала, то буду делать. Не знаю, посмотрю сейчас, сколько по времени займёт. Если будет затягиваться, то сделаю снятие, маникюр, наращивание. А дизайн, может быть, завтра сделаю, не знаю. Короче, посмотрим, чем окончатся мои, чем увенчаются мои мучения вот эти вот с этим маникюром. Девчат, у нас время 10-й час вечера. Мне взбрело в голову, захотела я жареной рыбы. Ну, естественно, не сегодня, на завтра приготовить. Вот пошла, сходила на улицу в ларь и принесла кое-какие тут продукты, пополнить запасы в морозилке. Ну, знаете, тоже вот, когда что-то кончается в морозилке, я периодически раз донесу, добавлю, ну, дома в холодильнике в морозилку, чтобы в холод потом лишний раз неохота на улицу бегать. Так, давайте сразу покажу, что я тут принесла и что у меня тут в морозилке хранится. Заодно покажу, влезет ли у меня все это дело. Так, вот в этом нижнем ящике у меня хранятся ягоды. Здесь вишня, малина, брусника. Ну, короче, все, какие есть ягоды, помаленьку. И несколько пакетов вот тоже доношу, моркови, там и кубиками, и брусочками, и такая морковь. Немножко тут и кукурузы есть, и горошка. Ну, черри, томаты, вот остатки были, я их просто целиком вот так заморозила. Короче, и ягоды, и овощи. Вот, так, вот в этом ящике что у меня? В этом ящике у меня тесто, и в основном один фарш. Фарш, тут кусочек мякоти, пакет перец, нарезанный кубиком, красный болгарский перец. И здесь у меня, а, вот, да, полтора лимона и два замороженных апельсинчика. Лимон я достану, завтра сделаю воду с лимоном. А из апельсина я все хочу сделать напиток. И никак не могу, у меня руки не доходят, что-то сообразить, сделать из этих апельсинов. Так, мясо, как там, да ладно, сейчас придумаем. Что у меня тут еще? Так, вот здесь, на этой полке, здесь у меня, что у меня здесь? Сало, несколько пакетов свежее сало, мякоть, ребра и пакет вот этот. Вот, знаете, девчонки, все лето собирались, собирались и так никак и не сварили. Уху! Здесь у меня головы, плавники, брюшки от горбуши, от какой-то другой такой рыбы на уху. Надо как-то наварить. Приедет муж, надо наварить ухи. Так, и верхний ящик. Что у меня в верхнем ящике? Тут у меня еще запасы креветок, которые были по дешевой цене. Так, здесь у меня эти каркасы куриные, домашние курицы, два пакета крыльев, пакет бедер и пакет этих ножек. Как-то, знаете, быстро голень и бедра ушли, но мы еще оставляли целых куриц. Ну, мы напополам вдоль хребта их разрубали, я их в пленку, ну, я, по-моему, показывала в пленку, их оборачивала и тоже замораживали. Потому что целыми они очень большие, прям, ну, чересчур большие, чтобы их запекать, это ой-ой-ой, сколько мариновать и времени надо. Потому что, ну, реально большие там куры, больше пяти килограмм, что... Поэтому половинками, ну, и вот, осталось, что у нас от них. Ну, и половинки-то еще лежат. Здесь грудь. Это что? Это каркас от курочки. И там... А что там? Представляете, вот рыба, оказывается, есть. А как я так смотрела, и я не увидела эту рыбу, и пошла на улицу специально за рыбой. Ну, ладно, уже не полезу заставать. И там тоже пару кусков сала свежего. Ну, и теперь надо, что я тут принесла, разложить. Давайте займемся. Так, я принесла пакет соленого сала. Это в банке было сало. Из банки достали, из рассола, и переложили в мешок. Мякоти два пакета. Здесь у меня перетертые томаты замороженные. Кусочек сала вот такой с прослоечкой. Два пакета фарша. И давайте я, наверное, фарш вот это сразу все буду убирать. И вот пришел тут охотник за мясом. Пакет один вот эту я оставлю завтра. Пожарю рыбку. И свеклу. Свекла тертая. Она отваренная уже, тертая на крупной терке. И замороженная в вакууме. Ну, я до вакуума не доводила. Просто в пакеты вакуумные запаяла и все. Короче, разморозится до утра. Потом надрежу уголок, спущу всю жидкость, весь сок этот лишний. С майонезиком, с чесночком будет обидеть. Упаковала, все влезло. Так, все, закрываю морозилочку. Сейчас я... Видите, у нас эти сломались. Все крепления поотломились. И я вот смотрела крышки. Ну, вот эти вот крышки купить. Нигде я не могу найти крышки, чтобы подошли на наш холодильник. А которые, смотрю, вроде бы должны подойти по размеру. Вроде бы и крепеж такой. Но там ценник, девчонки, одна вот такая крышка. Около двух тысяч стоит. Ну, это капец. Мне надо четыре тысячи на морозилку. Просто на эти крышки. Ну, держатся, пока и держатся. Ладно, пусть будет. Так, вот это вот дело. Я тут уже тарелки приготовила. Сюда свеколку. Но все равно от нее будет конденсат стекать. Чтобы ни на стол, ни в раковину в чашку пускать. И рыбку. Рыбку вот сюда. Кот уже учуял, орет дурнины. Сейчас все это дело накрою полотенцем. К утру это все отойдет. Утром с вами будем жарить рыбочку. И уберу это в холодильник. Лимончик. Завтра сделаю воду с лимоном. Так, рыбку я уже порезала на кусочки. Сделала надрезы. И замариновала. Вот таким маринадом. Сейчас маленько постоит. Минут 15-30. Ну, посмотрю, как по времени. И потом буду ее жарить. Так, это у меня карась. Карасики такие большие были. И здесь я, девчонки, у меня маленько было кислого молока. Короче, молоко, яйцо. Ну, кефир получается. Яйцо. Сода, соль, сахар. И кукурузной муки добавила. Короче, сейчас какие-нибудь блинчики к чаю испеку. Лепешечки. Не знаю, с кукурузной мукой не пекла ничего. Но решила попробовать. Что было-то, он оболтала. Сейчас блинчики быстренько сварганю к чайчику. К чайчику, к чаечку. А потом рыбку буду жарить. Испекла я два блинчика. Девчонки, знаете, ну, вот они вот такие получаются. Ну, я привыкла тоненькие блинчики печь. Для меня это толстенькие. Они вот по вкусу, по консистенции мне напоминают бисквит какой-то, что ли. Ну, вкусненькие. Мне кажется, такие блинчики вкусные. Если вот их, допустим, смазать творожным сыром с какой-то начинкой, вообще будет огонь закуска. Ну, и к чаю так, почему бы нет, для разнообразия. Ну, так, чтобы как блины. Ну, нет, это вообще не блины. На вкус это тоже не блины. Ну, такие какие-то, как лепешечки. Ну, или блины, кукурузные блины. Не знаю. На вкус мне напоминает какой-то бисквит. И вот столько блинчиков у меня получилось. Это последний блин, уже остатки теста. Он же какой-то кривой. Вот так. Ну, не знаю. На вкус. Ну, с чаем пойдет. Я с творожным сыром, с какой-нибудь начинкой, с чаем я их съем. Ну, чтобы в следующий раз специально такие блины печь, я не буду. В нашем понимании блины должны быть немного другие. Ну, скажем так, на любителя. Беремся за рыбку. Так поставила разогревать сковороду. Маслечком ее немножко спрызну. Приготовила вот эту вот штуку, вот эту вот защиту. Но я ее потом разверну, когда буду жарить, чтобы просто вам не закрыть обзор. Так, в пакет насыпаю муки, чтобы не пачкать ни чашки и все остальное. Закидываю туда рыбеху. Все, вот таким образом закрыла. И пусть она у меня жарится. С двух сторон буду обжаривать. Под крышкой. Вот такая вкуснятинка получается. Сейчас буду обедать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok